Действительно интересное, может быть, новое. Для нас вещь прозвучала эта характеристика игрового поля. Снизу Валерий Чалов, наверное, виднее. И он сказал о том, что состояние газона сегодня не позволило показать футбол более высокого качества. Хотя, если исходить из качества, как производный тех усилий, которые команда предприняла и того результата, которого она добилась, то качество игры в Казанской Рубине сегодня оказалось высоким. Заболотный вытянул первый удар в створ ворот в этой встрече в исполнении Цактыша. Потом Цактыш ошибся, прихватив за плечо в своей штрафной площади Дмитрия Воробьева, но... Дмитрия Коробова, но с 11-метровой отметки Персон Асаведо переиграть Сергея Рыжикову не сумел, достав из угла ворот для себя и всей команды те самые заветные премиальные. Это очень важный момент. Незадолго до окончания первого тайма он потащил пенальти, а на последних минутах перед перерывом еще и вытянул вот этот сложнейший удар в исполнении Херсу на Асаведо. Не став рисковать, поставив два кулака под этот удар, Челеец ушел на перерыв, наверное, с надеждой отыграться во втором тайме, но во втором тайме вообще игра шла под диктовку казанской команды. Уже они владели инициативой, они уносили более опасные удары. Вот этот был выстрел в исполнении Максима Канонникова. Хороший ответ от Спартака Гогнева. В сложной позиции хлесткий удар под планку и снова Сергей Рыжиков. Достает опасный удар из собственных ворот. Настоящий фокусник. Эта попытка тоже Спартака Гогнева уже была менее опасной. Здесь мяч пролетел достаточно высоко над перекладиной ворот. Но отметим, что Спартака Гогнева все равно центральная фигура в атаке своей команды. И как выяснилось в обороне тоже, потому что именно форвард Гогнев оказался здесь брошенным на произвол судьбы. Он поборолся с Бергстровом. Перед тем он был вынужден отступить от другого игрока, которого прикрывал. И мяч этот влетает в ворот от головы шведского защитника. Счет становится 0-1. Снова Спартак Гогнев. Новая попытка попасть в ворот. В этот раз, наверное, самая красивая попытка Спартака Гогнева. В падении. Почти через себя. Но здесь мяч летит уже слишком далеко от створа ворот. Такой была эта игра, а таким стал ее лучший участник. Это Сергей Рыжиков. По результатам голосования получивший 931 балл. 3 сейва. А это общая статистика. 29 пропущенных мячей. Но сколько раз он вытащил, посмотрите. Такая игра Сергея Рыжикова в текущем сезоне. Сегодня пробежал больше 4 километров и ускорялся свыше 22 километров в час. Сергей Рыжиков сегодня провел отменный поединок. Он вытянул этот матч для своей команды. Таким получилась игра между Уралом и Рубином в Росгострак чемпионате России по футболу на стадионе СКБ Банк Арена. Это что касается футбола. Перейдем к легкой атлетике. Максим Канунников, Магомед Аздоев и Мия Цакташ сегодня пробежали больше всех. Хотя до отметки в 12 километров никто так и не добрался. Максимальная скорость в этой игре также у представителей казанской команды. Мия Цакташ и Гильермо Кутунья разгонялись до 31,6 километров в час. Херсон Асамеду оказался самым быстрым футболистом Урала. Это интересно. А вот Артем Фидлер выполнил максимальное количество передач в этом поединке. Хотя по точности пассов лучший результат показал Роман Емельянов. 89% из 57 попыток. На этом все. Благодарю вас за внимание. Комментатор встречи Роман Трушечкин и наша бригада благодарят вас за просмотр этого матча. Урал уступил Рубину. А вы смотрите российский футбол на канале НашФутбол. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...